Всем привет, с вами Алекс с канал Береглаб. Сегодня говорим о землетрясениях, начнем с геомагнитной обстановки. Но смотрите, эпизод был очень мощный, но кратковременный. Но хотя может еще дойти до желтого уровня, сегодня-завтра такая вероятность есть. Но сейчас пока держится все в зеленой зоне, никаких проблем нет. Так, давайте теперь посмотрим, что же происходит у нас на солнце. Смотрите, здесь активная зона с пятнами, как и прогнозировалось вчера. Ну и плюс дыра, на нас смотрит вот эта здоровая дыра. И шлет нам, соответственно, солнечный ветер, который пролетит, получается, ну где-то пятница, суббота, где-то так вот. Так что ждем очередное возмущение. Если на солнце посмотреть сейчас, то... Ну вот она, активная зона, 4 пятна ей присвоили. Но в целом пока ситуация, видно, что доходит до уровня B, не выше, все довольно-таки так стабильно. За три дня вот было C3,95. Самое максимальное. Так, давайте теперь боковую посмотрим проекцию. И что мы здесь видим? Смотрите, какой выброс и прям какой такой циркуляционный. Вот прям вот такая сфера выкинула. Смотрите, вот еще раз внимательно. Видите, прям вот она любит такие вот сферические формы. Мне кажется, что на самом деле космические объекты, они вот так вот и рождаются таким образом. Именно в такой сферической форме. Что вы думаете по этому поводу? Смотрим на нашу сейчас Землю. Ну сначала давай на Солнце посмотрим немножко. Которая прямо на нас смотрит. Это иносфера. Ну видно, что в Мексике, на севере Чили. Кстати, смотрите, в Европе тоже появилось. Видите, это получается Балканы. Даже точнее от зоны Вранча до Италии, до Сицилии. Примерно такое вот. Так, интересно. Давно не было. Затем это на Львудских островах, на Курильских островах, в районе Тайвана, Мьянма. Ну и от Папуа до Фиджи. Вот такая вот зона покрытия. Так, здесь значит космические новости. Если вам интересно все спутники, которые занимают гелиосферы. Вот они здесь все перечислены с активными линками. Можете пойти вот на сайт НАСА посмотреть. Вот обнаружили подземные туннели на Марсе, пещеры. То есть, вот еще одно похожее с Землей свойство. Вот как на Земле на Гавайских островах, так и на Марсе обнаружили. Но это, конечно, полезно. Если будет колонизация, то, естественно, колонию лучше создавать. Гораздо безопаснее будет вот в таких вот пещерах. Если, конечно, там никто не живет. Вот какие-нибудь чудища. А вот ученые здесь предсказали потерю кислорода атмосферы Земли. И ее замещением почему-то они считают, что это метан будет. Наверное, Газпром это проплатил, эту рекламу. На самом деле, смотрите, нужно смотреть на Марс. И примерно такие же тенденции будут на нашей планете. Я не понимаю, почему ученые просто не возьмут и не посмотрят эту модель. Она, мне кажется, абсолютно адекватна и показывает именно те процессы, которые мы найдем на Марсе, которые были когда-то и похожи на Землю. Ну а вот еще один такой интересный момент. Меня спрашивают, куда же ты говоришь про Марс? Марс, а куда же вода-то девается? Ну вот, объясняю. Вот смотрите. Но во время гроза исчезает. Вот гроза состоит из трех частей. Это вот обычная молния внизу. Это вот джет. Такой вот как раз поток ионов, который происходит. То есть кислород, он остается внизу, вот, атомарный, поэтому мы во время грозы ощущаем запах озона. Вот. А это вот ионы водорода, вот они выходят вот таким образом в космос, видите, и рассеиваются. Все идет вот так вот с рассеиванием. И дальше все, вот планета потеряла водород. И для того, чтобы новый водород пришел, он приходит в земную глубину. То есть, скорее всего, ядро, оно не из железа состоит, а состоит из водорода. Под большим давлением он обладает свойствами металла. Вот еще интересный момент, на котором сейчас сломают голову все ученые. Этот момент заключается в том, что вращение земли ускоряется год от года. Причем очень существенно. Смотрите. С прошлого года ускорилось уже на 20 миллисекунд, казалось бы. Что такое миллисекунда? На 0,20, 0,2 миллисекунды точнее. Ну, вот смотрите, здесь, если брать с 2016 года, то получается, что уже быстрее на полторы миллисекунды в сутки вращается. И это накапливается очень быстро. То есть, получается, что наша планета ускоряется. И вопрос, почему это происходит? То ли это слабеет таким образом Солнце. Потому что, в общем-то, все абсолютно процессы определяются Солнцем. Даже вот эта статья по образованию гипса в Мертвом море, да, казалось бы, уже все, уже в умирающем море, все. И все равно здесь гидрология, и все зависит от Солнца. Вот здесь четко написано. Вот такие вот интересные моменты. И более того, еще здесь вот такая особо интересная статья, причем полновесная статья здесь про геоид, да, про сложное строение, которое наблюдается Землей. Здесь на примере Тихоокеанского геоида, вот он располагается, да, подробно разбор делает. Но, в целом, я еще раз повторяю, что структура нашей планеты, она не совсем такая простая, как написано в учебниках, там, геологии. Гораздо сложнее все происходит. И, скорее всего, его нужно разбирать как строение клетки со сложной структурой и со сложными взаимоотношениями, включая циклы саморегуляции. Ну, ладно, давайте теперь вернемся к землетрясениям. Значит, у нас 56 землетрясений, при норме 50, практически в норму вернулось. Но, соответственно, в целом, конечно, вот если взять не только крупных, а в целом количество землетрясений за счет автошоков, оно сейчас велико. Вот, просто крупные почему-то сейчас как-то притихли. Ну, вот смотрите, хотя бы Исландию, посмотрите, сколько здесь землетрясений, всего за два дня. За два дня, смотрите, включая 5,1. Это все на реке Нессе. Вот, в Тувье вот два землетрясения мы сегодня утром рассматривали. Вот, пожалуйста, они произошли, довольно-таки чувствительные произошли. Вот, интенсивность 5,5 и 4,4 балла. То есть, ну, довольно-таки так почувствовали. Так, 48 вулканов сейчас при норме 40 извергается тоже выше на 20% и держится уже довольно-таки долгий срок. Вот, давайте посмотрим, кто сегодня фигурирует. Этна, Фуэго, Папоктипет, Ревентадор, Самгай, Синабунг, Саманка и Бек. Ну, в общем-то, все те же примерно. Ну, конечно, сейчас на первое место выходит Этна, потому что у нее уже восьмой пароксизм. Представляете? То есть, она рождает один за одним. И очень мощные такие извержения происходят. Как видно на вот этих вот теплограммах. Да и реальные фотографии тоже довольно-таки красиво показывают. Синабунг тоже по-страшному сегодня извергся. Смотрите, какие картины. Причем выступил с перокластическими потоками. Вот здесь 13 перокластических потоков. Вот от 2 до 5 километров. То есть, довольно-таки такие мощные. Ну, естественно, пеплопады и сейсмическая активность. Все вместе. На Пакая тоже Гватемала. Здесь лава протяженностью 1750 метров. И здесь изучают Ключевской вулкан, с которого лава может попасть, вообще дойти до Тихого океана, согласно этой статье. Ну, и финально, соответственно, извержение еще и Наибека. То есть, опять пыхнул. Пепел поднялся на высоту 2 километра. И на 3 километра он распространился в сторону. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу происходящих процессов. А с вами был Алекс, канал BigLab. Желаю отличного упражнения.